Я прилетаю, встречал меня знаменитейший человек, знаменитый в округе Роман Владимирович Трэпс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тогда, я наблюдая за ее работой, как и многие дети, конечно, мы действительно хотели быть похожими на них. И вот я почему-то не сомневалась, что я действительно буду только учителем. Таким образом, после восьмого класса для Ольги, естественно, дальнейший путь лежал в педагогическое училище, где она получила специальность учителя начальных классов. В педагогическом училище мы обучались 4 года. После этого я работала в Красном, затем я поехала в Ленинград в то время, на годичные курсы. И вот оттуда я была приказом Акроно, был тогда тоже известный в округе человек, Истомин Михаил Михайлович. Вот он-то меня и направил директором школы на Варандей. Там на Варандей уже полным ходом строился новый поселок геологов. Ольгу не пугала большая отдаленность от центра, а как раз наоборот. Предоставленная возможность показать себя, как учителя и директора школы, была для нее очень интересной. Я прилетаю, встречал меня знаменитейший человек, знаменитый в округе, Роман Владимирович Трэпс. Он был начальником экспедиции. Новоиспеченный директор школы прибыла на новое место работы и проживания в середине августа. И встреча, которую ей устроил руководитель геологоразведочной экспедиции, была просто поразительной. Я никогда не забуду красивейшие цветы в Варандейской земле. Крупные ромашки. Вот ядро желтое, как солнце. Желтое, красивое и очень крупные, загибающиеся вниз. И иногда некоторые вверх белые лепестки ромашки. Вот с таким букетом встречал меня Трэпс, как молодого специалиста, директор школы. Правда, сама школа еще строилась. Первые три месяца детей геологов учили в помещениях Дома культуры. Но в ноябре Ольга Федоровна и ее подопечные, да и весь поселок геологов, праздновали новоселье школы Нового Варандея. А через какое-то время по решению Романа Трэпса и школьники Старого Варандея стали учиться там. Вот насколько человек был предан своей профессии и насколько он хотел сделать добро людям той земли, где он работал. Вся Варандея старая школа приехала в новую нашу школу. И начались будни директора школы на самом, что ни на есть, краю земли. Условия проживания были, конечно же, экстремальными и особенно в зимние месяцы. Идут уроки, вдруг залывает ветер. Представляете, вот канат, он от нашей школы до столовой. И вот так вот, держась за этот канат, с этой стороны, и с этой стороны вот так мы шли. Там, на кровь земли, Ольга познакомилась и со своим будущим мужем Александром Каменевым. Он обеспечивал электричеством буровые варандейского куста. Свадьбу молодые решили сыграть в родном поселке невесты в Красном. Орегистрировала брак первая учительница Ольги, которая спустя время уже была руководителем сельского совета. Она благословляла меня как ученицу, как односельчанку, как коллегу, потому что я уже была учителем. А через год у них родилась дочка Татьяна. И в силу обстоятельств молодая семья переехала в поселок Искателей. Там, в Искательской школе, Ольга Федоровна и отработала 27 лет. Заочно окончив Архангельский пединститут, она имела право преподавать уже и в средних классах. И теперь, спустя годы, она по фотографиям помнит всех своих учеников поименно. И, конечно, многими из них гордится. Вот сейчас в управлении работает Чалова Наталья Федоровна. Это вот моя ученица. И мне приятно, что я сумела привить любовь к профессии, значимость показать необходимость этого труда. Есть у меня и ученики-пилоты, есть у меня ученики-врачи, есть у меня и медсестры, есть учителя разных профессий. Я горжусь своими учениками. Конечно, среди ее подопечных были и сложные ребята. Но ее педагогическое кредо было и остается неизменным. Просто надо любить свою профессию и любить своих учеников. Как для матери нет плохих детей, нет плохих сыновей, нет плохих дочерей, так и для учителя нет плохих детей. Нужно их понять, вовремя подтянуть к себе, полюбить таким, какой он есть. И в 13-14 учебном году из 6-й школы вышли мои последние ученики. И вот сейчас, шагая по коридорам школы-поселка Искателей, я могу остановиться и сказать, ты сын Володи, например, там и фамилию. Он говорит, а как вы узнали? А я по улыбке. В 1993 году Ольга Федоровна стала победителем первого окружного конкурса «Учитель года». Проходил он в незнакомой для нее третьей городской школе. Ученики были тоже незнакомые. Но она смогла увлечь ребят темой прилагательных по русскому языку. Одним из заданий было подобрать прилагательное к слову музыка. И один из учеников под впечатлением от голоса учителя подобрал самое интересное слово. Я никогда не забуду, когда дети подбирали имена прилагательные к слову музыка. Тогда я думала о своем преподавателе музыки, Светлане Александровне, Вере Николаевне, потому что они в меня вкладывали это. И когда ребенок говорит «дивная музыка тундры», я никогда не забуду этот момент. «Дивная музыка тундры». Обладая огромным и уникальным опытом педагогической деятельности, проработав с очень разными учениками разных национальностей, Ольга Федоровна убеждена, что в профессию должны идти люди с открытым сердцем и доброй душой, так как учитель — это в первую очередь любовь и ответственность. Это, наверное, дар должен быть. Ну и, конечно, понимать родителей. Не понимая родителей, не поддерживая родителей, успехов не добиться. Конечно, в последние годы у нее массу времени занимают общественные и депутатские нагрузки. Однако Ольга Федоровна старается не терять связь с природой, среди которой она, собственно, и получила свои первые впечатления об окружающем мире. «Конечно, так как я, еще раз повторяю, человек тундры, я не могу в любое время года не побывать в тундре. Поэтому зимой это лыжи. Я хожу, конечно, по лыжне нашей на лыжной трассе обязательно. Представляете, совсем недавно я увидела вот дерево, береза наша и огромные-огромные сердце. А осень, осень — это, конечно, грибы, ягоды. Я пропадаю, начиная с 5 утра и не раньше 7 вечера». По собственному признанию героини программы, ее зодиакальный знак — это рак. И она очень любит все, что связано с водой. Поэтому, когда надо ехать в командировку куда-то на побережье, она летит туда с удовольствием. «Я недавно была на Калгуеве, в командировке рабочей. Я видела наше Северное море. Я была в командировке в Астраханской области, на Каспии, на платформе. Я видела Каспийское море. И как они похожи. Особенно, когда вертолет наш Ми-8 приземлялся, уже подходил к очертаниям берега, да. Я сразу вспомнила Врандей. Такие же разрезные берега, что у Баренцевого моря, что у Каспийского моря. А так как я по знаку зодиака рак Ракиня, я люблю, конечно, воду. Я люблю озеро, я люблю реку, я люблю море. Ну и недаром вот окружает меня вот именно раки. А недавно один из бывших учеников, зная пристрастия учителя ко всему водному миру, при встрече подарил ей забавную лягушку. Казалось бы мелочь, но для педагога Каменевой это было очень трогательно и значимо. И сказал, что Ольга Федоровна пусть, он будет, он такой нежный. Вот весна наступает, а у нас встреча произошла 1 марта. И он говорит, что Ольга Федоровна пусть этот вот весенний, весенний лягушонок будет вашим, ну, может быть, обереговым. Вот так вот. Дочь и сын Ольги Федоровны уже выросли. И на ее плечах сейчас, кроме депутатских и других социально-политических обязанностей, она член партии «Единая Россия», есть и самая почетная – воспитывать своих внуков, которых молодая бабушка души не чает. Фотографии детей и внуков у нее повсюду. И то, что героиня этой телепередачи в прошлом году вступила в общероссийское движение «Матери России», представляется вполне закономерным. Но об этом и многом другом интересном из жизни депутата окружного собрания Ольги Каменевой вы сможете узнать из заключительной части программы «Знакомый и знакомый человек».